Всё, можно. Владыка, благословите! Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сёстры! С отчадами я приветствую вас сегодня на нашей конференции. Владыка благословил немножечко в наши беседы добавить святых отцов, древних отцов нашей Церкви, те, которые прославились своими великими делами, чудесами, мучениями. И сегодня я хотел бы вашему вниманию презентовать святого великомученика Стратилата Евстафия Плакиды. Это великий святой, который родился в первом-втором столетии по Рождестве Христова, в дни правления императоров Трояна и Тита, когда приносили ещё люди жертвы идолам, и жил этот великий святой. Человек он был высокого и славного рода, имеющий более других богатств, золота и всякого добра. Он был язычником, но всегда, всю жизнь старался украшать себя праведными делами. Сейчас я хотел попробовать переключать. Кормил голодных, поил жаждущих, одевал ноги, помогал бедствующим, освобождал из темниц и вообще стремился помогать всем людям. Была у него жена, той же верой. Она, как и он, они были язычниками, но также вместе со своим мужем творила добрые дела. У них родились два сына, и они воспитывали их в тех же условиях добродетелей, как и сами жили. Он был храбрый воин, и встав и плакен, и искусный охотник, и всегда увлекался охотой. Но человеколюбец Бог, всегда и везде призывающий к себе достойных себя, не посмотрел на то, что он находится во тьме, идолопоклонства. Ведь сказано в Писании, человек, боящийся Бога, в любом народе приятен ему. Захотел он спасти его следующим образом. Когда однажды плакен отправился, как обычно, на охоту со своими слугами, появилось стадо бегущих оленей. Стадо бегущих оленей, которые преследовали на охоте и старались достать эту добычу. Плакеда увидел одного большого оленя, который ему очень понравился, и погнался за ним. Пока они преследовали, его воины обессилели, и плакеда один продолжал гнаться за оленей. И вскоре оказался далеко от своей дружины. Долго гнал оленя, олень вскочил на высокую гору и встал на ней. Стартеат подъехал ближе и подумал, каким ему образом поймать оленя. Но во всем Бог, управляющий и устраивающий различные пути для спасения человека, для спасения людей, уловил им в своем явлении. Как Корнилия Петром, как и Горителя Павла. Долго так стоял плакеда, смотрел, удивлялся и показал им Бог чудо так, как некогда в Алааму, когда осел заговорил с ним по-человечески. И еще над рогами оленя показался святой крест, светящийся ярче солнца. И дал Бог человеческий голос оленям, который сказал им Бог. О, плакеда, зачем ты меня гонишь? Это ведь ради тебя пришел я, чтобы явиться тебе в образе этого животного. Я, Иисус Христос, которого ты почитаешь, не ведая. Твои добрые дела, что ты творишь нищим, дошли до меня. И из-за этого я пришел явиться тебе в образе этого животного и уловить тебя так, как несправедливо, чтобы образ мой увяз дьявольский сеть. Услышав это стратилат, объятый страхом, упал с коня и чинвертнекое время, он встал и, желая лучше увидеть, сказал, кто ты, голос, который я слышу, явись мне, чтобы я уверовал в тебя. И сказал ему Господь, знай, плакеда, я Иисус Христос, сотворивший небо и землю из небытия. Я, сотворивший солнце, чтобы дать свет днем. И луну и звезды, чтобы дать свет ночи. Я, создавший человека из земли, ради спасения человека, явился во плоти, претерпел распятие и погребение. И в третий день воскрес. Услышав это, плакеда упал на землю и сказал, верую в тебе, Господи, верую, что ты творец всего, и отныне я поклоняюсь единому тебе. И снова сказал ему Господь, если веруешь в меня, иди в город и обрастись к христианскому священнику и спроси у него крещения. Плакеда рассказал, Господи, велишь ли ты сказать об этом моей жене и детям моим, чтобы они уверовали? И сказал Господь, расскажи им, крестившись, вы очиститесь от ваших грехов, а потом приди сюда, и я раскрою тебе все тайны спасения вашего. Вернувшись домой, когда уже был вечер, плакеда стал рассказывать жене о великих чудесах Христа, которые он видел. Когда он закончил, жена воскликнула, о, Господин мой, ты видел распятого, которого чтут христиане? Он есть Бог истинный, такими знамениями спасающийся веру, такими знамениями спасающий верующих в его людей. И еще она воскликнула, помилуй меня, Господи Иисусе Христе и обоих моих младенцах. И сказала она мужу, я прошлой ночью видел его во сне и сказал, завтра ты и твой муж и два ребенка придете ко мне и поймете, что я есть Иисус Христос. Давай пойдем этой ночью и крестимся этим крещением, мы станем ему своей. И сказал ей плакеда, то же самое сказал мне тот, который мне явился в образе оленя. И когда наступила полночь, с обоими младенцами и несколькими слугами пришли они к священнику. Оставив слух снаружи, они вошли и рассказали священнику обо всех своих видениях. Объявили себя верующими в Господа нашего Иисуса Христа и просили его совершить над ними таинство крещения Христова. Священник обрадовался и прославил Господа Иисуса Христа, который хочет спасти всякого человека и привезти его к истине. И взял их, сотворил одними мать их вере и крестил их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Плакеду он назвал Евстафием, а жену его Татьяну Феопистией. Сына первенца назвали Агапием и меньшего сына Феопистом. И причастил их святого тела и крови Господа нашего Иисуса Христа и отпустил их, сказав, Бог да будет с вами и даст вам царствие свое. Я понял, что рука Господня над вами, а вы же будете в раю. Когда будете в раю, помяните мою душу Иоанна, священника, очень прошу вас. Наступило утро, и Устафий взял с собой нескольких всадников и поехал на ту гору. Около того места, где ему было видение, он отослал вслух и сказал им, поищите лово в другом месте. И немного подождав, упал низ восклица я. Молю тебя, Господи Иисусе Христе, знаю, что ты сын Бога Живаго, веруя в Отца и Сына и Святого Духа. А теперь я пришел и молюсь твоему Божеству, чтобы открыл мне то, о чем мне говорил тогда. И сказал ему Господь, Евстафий, подавай я тебе на деле проявить твою веру и твердую надежду и усердную любовь ко мне. Все сие познается не среди временного богатства и суетного благополучия на земле, но в нищете и в напасте. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие бедствия, чтобы, будучи искушенным, как золото в гарнире, явиться достойно меня и принять венец из рук моих. Блажен ты, Евстафий, ибо принял баню моей благодати. Теперь ты стряхнул себя тленного человека и облегся в нетленном. Ныне же проявится дело твоей веры. Опасайся, чтобы хула только не вошла в твое сердце. Когда смиришься, я приду к тебе. И устрою тебя в прежней славе. И сказал это Господь, взошел на небеса, говоря Евстафийу. Хочешь ли, чтобы несчастье, которое пришло, чтобы эти несчастья пришли тебе сейчас или потом? А Евстафийу ответил. Молю тебя, Господи, если никак нельзя избежать предначертанного, пусть ныне будет это бедствие. Но дай, Господи, силу и сохрани нас с семьей от злого помышления. И пусть не смутятся наши сердца. Сказал ему Господь, борись и крепись Евстафий. С вами будет моя благодать. Сойдя с горы, Евстафий вернулся домой и рассказал всю жене. И, преклонив колени, они молились Богу, говоря, Господи, да будет воля Твоя. Когда прошло немного дней, мор вошел в его дом. Страшные болезни. Умерли его рабы. Когда все это случилось, Евстафий понял, что это та предсказанная напасть. И принял с благодарностью, ободряя свою жену, чтобы она не падала духом. Но прошло еще немного времени. И опять пошел мор, и пали все кони и скотина. И эту напасть он принял с благодарностью. Тайно ушел он в проще своего дома с женой и сыновьями. И воры, заметив их уход, ночью украли все их имущество. Забрали золото и серебро, и челядь, и все богатство. В те дни царь устроил праздник, ибо одержал победу над персидским войском. И следово присутствовал там и Стратилат. Ведь он был самым почетным в Синклите. Его искали, но не нашли. И все сетовали, как внезапно погибло все его богатство, и что сам он пропал. И очень жалели о нем царь и все, кто там был. Жена сказала, плакили. Долго ли мы еще будем здесь ждать, Господин мой? Давай возьмем обеих наших детей. Ведь они, ведь они одни нам оставлены. И уйдем из этой земли. Здесь, ведь здесь мы поношение всем, знающих нас. Ночью они встали и взяли своих двух мальчиков и отправились в Египет. Два дня они шли и пришли к морю и увидели корабль, стоящий в гавани, и зашли на него. Хозяин корабля был свирепый варвар. И так они сели на корабль и поплыли. Корабельщик увидел жену Евстафия, которая ему очень понравилась. И она ему полюбилась. А когда они приплыли на другую сторону, корабельщик потребовал плату за переезд. А так как у них не было чем заплатить, он забрал жену Евстафия вместо платы. А когда Евстафий стал противиться этому и просить за нее, хозяин корабля кинул своим матросам, чтобы они ее бросили в море. Понял это Евстафий и поневоле должен был оставить свою жену. Взяв своих детей, он сошел на берег, плача и говоря, «Горе мне и вам, ваша мать отдана мужу и наплеменнику». Так плача он дошел до такой реки. Река была многоводна, и он побоялся перенести через нее обоих своих мальчиков сразу. Одного он взял на плечи, чтобы с ним вместе приобретать реку, а другого оставил на берегу. Перебравшись, Евстафий посадил ребенка на землю и вернулся, желая перенести другого. Когда он был на середине реки, он увидел, что лев схватил его ребенка и убежал в лес. Увидел это, он обратился к другому, имея намерение его перенести, и увидел, что и того мальчика уносит волк на другой стороне реки. Увидев, что его дети утащили звери, он горько заплакал. Рвал на себе волосы и хотел утопиться даже в реке. Такие были у него помыслы. Но Бог этого не допустил. И он вышел из реки. А между тем лев переплыл реку выше, пошел в пустыню, неся ребенка. Божьей волей невредимого. Пасухи увидели, что лев несет живого ребенка, и погнали за львом и с собаками. Лев испугался, бросил ребенка, невредимого и убежал. А что касается другого ребенка, унесенного волка, некоторые пахари увидели, что так же звер несет живого ребенка, стали кричать ему вслед. И тот бросил дитя и так же убежал. Эти пастухи и пахари были из одного села. Они приняли этих детей и воспитывали их. Евстафий этого не знал. Он шел по дороге, плакал и так говорил. Горе мне, когда-то я был богат, а ныне я в плену. Горе мне, когда-то множество людей мне служило. А теперь я остался один, и даже детей у меня нет. Но не оставь меня совсем, Господи, слез моих не отверни. Вспомни, Господи, что ты сказал мне, примешь напасть, как Ио. Но мне выпало больше даже, чем Ио. Он, хотя и лишился богатства, но сидел на своем гноище, а я терплю муки в чужой стране. У него были друзья, которые его утешали. Мое же утешение, моих детей отняли дикие звери в пустыне. Он, хотя и лишенный ветвей, утешался тем, что видел корень, свою жену. А я же, окаянный, от отсюда искоренен, и колеблет меня враждебная буря, как тростник в пустыне. Но не отверни мне, Господи, Иисусе Христе, от твоего раба, который так много говорит, от боли сердечно. Я не поволяю это, говорю. Положу, Господи, хранение устов моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моим к словам лукавым. Да не буду отвежать от лица твоего. И, говоря это с воздыханиями и слезами, дошел он до некоторого расселения, называемого Вагис. И, поселившись там, он стал работать, зарабатывая себе на припитание. Прожив там много лет, он упросил жителей того селения, чтобы они позволили ему старожить их посевы. Получая плату за это, он прожил пятнадцать лет. Сыновья же его были воспитаны в другом селении. Они не знали, что они братья. А корабельщик-иноплеменник привел жену Евстафью в свою землю. Но Бог так пожелал, чтобы этот иноплеменник умер, не коснувшись ее. И она свободна, стала свободна, так и жила. В то время иноплеменники воевали с Римом. И много, и завоевали много областей. В этом весьма опечалился царь. И вспомнил он своего начальника, великого победоносного Плакиду, который был доблестным и храбрым воином. Стал царь набирать воинов, готовясь к войне. И интересовался Плакидой, спрашивая о нем у всех, жив ли он хотя бы, кто знает, или умер. Он приказал всем искать его, если он жив. И послал по своему царству искать его и сказал, «Если кто найдет его и скажет мне о нем, воздам тому великую честь, хвалу и увеличу его жалование». Два воина, имена их были Антиохи и Акаки, которые служили, когда-то служили Плакиде, отправились искать его. Обойдя всю страну, они пришли в сирене, где он жил, ничего не зная Евстафь. Увидели его, они не догадались расспросить его. А Евстафь еще издали их узнал. И вспомнил он свою прежнюю жизнь и стал плакать и молиться, говоря, «Господи, Боже милостивый, избавляющий от всякие скорби, надеющийся на Тебя!» «Как некогда увидел я все, что внезапно случилось со мною, так и теперь удостой меня увидеть Твою рабу и мою жену. Видел я своих несчастных детей, которые стали пищей зверям из-за злых моих дел. «Дай, Господи, Боже, истинный Христе, хоть и в день воскресения мне увидев моих родных!» Когда он так молился, услышал он глаз с небес, обращенный к нему. «Мужайся Евстафьем! Теперь ты снова обретешь свою прежнюю честь и жену свою найдешь и слави!» А в день воскресения ты будешь больше увидишь и получишь вечное блаженство, и имя Твое будет прославляться из рода в род. «Устрашенный сидел Евстафьем, слыша это. Когда он сидел, увидел, что воины приближаются к нему. Он сошел с того места, где сидел, и вышел ему навстречу. И даже приближившись к нему, они его не узнали и сказали ему, «Здравствуй, друг!» Он же им отвечает, «Мир вам, братья!» Они сказали, «Скажи нам, не знаешь ли ты здесь некого чужестранца по имени Плакидо? С женой он живет и двумя людьми. Если покажешь ее нам, то дадим тебе денег, золото!» Он же сказал, «А зачем вы его ищете?» Они сказали, «Он наш друг, и мы не видели ее много лет, поэтому хотим ее увидеть». Он сказал им, «Я не знаю здесь такого человека, но все же проходите, отдохните немного в моей хижине. Я тоже здесь чужестранец». Приведя, привел он их в свою хижину и пошел за водой, чтобы напоить их, ведь было очень жарко. Он сказал хозяину дома, в котором жил эти люди мои знакомые, и поэтому пришли они ко мне, «Дай мне немножечко хлеба и вина, чтобы угостить их, а я расплачусь с тобой своей работой». Тот дал ему, что он просил, и когда они сидели и кушали их, Евстафий угощал их и не мог сдержаться, вспоминая о своей прежней жизни. Слезы наворачивались у него на глаза. Он выходил из дома и плакал. Потом умывал лицо и возвращался, чтобы служить ей. Они же, глядя на него, на Евстафий, стали понемногу узнавать его. Один из них подумал, «Как похож он на того, кого мы ищем?» И сказал другу своему, «Очень он похож на плакиду, но я знаю, что у нашей есть небольшой след от рады, полученный в бою. Давай узнаем, есть ли у него этот знак. Значит, он тот, кого мы ищем?» И посмотрев внимательно, у него увидели этот рубец, шрам на шее, полученный в бою. И когда вскочили, обняли его и со слезами спросили, не он ли плакиду, бывший некогда, стратилат? Он же прослежившись, сказал ей, «Нет, не я». Но тогда они показали ему знак на шее, на его, кланяясь ему, сказали, «Ты стратилат, плакиду?» И спросили его жене и сыновьях, и вспомнили много другого. Тогда он признался, «Да, это я». О своей жене и о детях он сказал, что они умерли, пока они так беседовали. Все жители того селения собрались в его маленьком доме и смотрели, как на великое чудо. Войны, успокоив шум, стали рассказывать людям о его жизни, его деяниях, о его великой храбрости и о его победах. И, услышав об этом, люди плакали, говоря, какой великий человек и был, служил здесь много лет обычным наемником. Тогда воины показали ему царское послание и одели его в дорогие одежды и, взяв с собой, отправились в путь. Все селение провожало их, и он, утешив их, отправился домой. По пути он рассказал воинам, что видел Христа и что нареченно в крещении ему имя Евстафьи. И все, что случилось, рассказал им. Через пятнадцать дней пришли они к царю и, придя к нему, рассказали, как они нашли плакину. Царь вышел навстречу ему, поцеловал его и, сильно прослезившись, спросил его о причинах ухода. Евстафьи же по порядку рассказал царю и всем друзьям о своей жене, оставшейся в море и о сыновьях, седенных зверями. Все радовались, что он нашелся. Царь попросил его припоясаться мечом, и он припоясался и стал, как прежде, стратилатом. Увидев же, что войска недостаточно для войны против варваров, Евстафий велел собрать молодых воинов. И были разосланы царские грамоты во все города и селения Римской империи. Случилось так, что в то селение, где были воспитаны сыновья Евстафьи, нашло царское послание. И жители селения отдали воинам этих двух юношей, так как они были чужестранствами. Оба они были рослые и очень красивые. Когда все новобранцы были собраны и приведены к стратилату, и все распределены по отрядам, он увидел этих двух юношей, которые были прекраснее всех, и назначил их себе на службу. Видя, как они красивы, он велел им всегда быть вместе за трапезу. И, распределив воинов, пошел на войну. Освободил местность, которую прежде завоевали варвары. Победив, он перешел реку, называемую Идаспая. Совершил переход и вошел в верхнюю страну варваров, и там победил и освободил землю. Задумал он, руководимой Божьей волею, напасть и на ту страну, где была его жена, спасена от того иноплеменника. Когда тот умер, она ушла в другое селение, построила себе скромную хижину и стерегла сады тамошних жителей. Когда Страсилат перешел в то селение и захватил его, он остался в нем со своим войском на все три дня для отдыха. И так случилось, что шатер Страсилата был поставлен около ее хижины, возле сада, который охраняла жена. А юноши те жили в хижине только, жена не зная, что она их мать. Однажды в полдень они сидели и рассказывали о своем детстве. Они мало что помнили, а мать их услышала со стороны. И сказал старший брат, я ничего не помню, кроме того, что мой отец был Страсилат. А мать была у меня очень красивая. И у них было два сына, и я, еще мой брат младше меня, русоволосый, тоже очень красивый. Однажды они взяли нас и ушли ночью из дома. Сели на корабль вместе с нами. Я не знаю, куда они хотели уйти. Когда мы сошли на землю с корабля, матери с нами уже не было. И я не знаю, каким образом она осталась в море. Отец взял нас на плечи и пошел плачем. Пришли мы на какую-то реку, и он перенес младшего брата, а меня оставил на этом берегу. Когда он хотел вернуться, чтобы перенести меня, пришел лев и похитил меня. Побежал, но овечьи пастухи отняли меня у льва и воспитали в том селении, где и тебя. Кроме этого, я больше ничего не знал. Услышав его рассказ, старший брат скачал и заплакал, сказал, «Такова сила Христова, ты мой брат. Я знаю то, о чем ты рассказал. И воспитавшие меня тоже сказали, что одни отняли меня у волка. И они обнялись. А мать, слушая это, и поняв все, что было сказано до событий на корабле, очень расстрогалась. Особенно же, когда она увидела, что они заключили друг друга в объятии. И заплакала, подумав, не ее ли это сыновья. Тем более, услышав, что отец их был в Стратилату. На другой день эта женщина пришла к Стратилату и сказала, «Умоляю тебя, господин мой, я римлянка, и здесь я в плену. Отведи меня на родину». Так говоря, она увидела шрам, который был на ее муже. Узнав его, она побоялась спрашивать, но потом осмелилась и бросилась ему в ноги, говоря так, «Умоляю тебя, господин мой, не гневайся на рабу свою, выслушай меня терпеливо. Расскажи мне о своей прежней жизни, потому что мне кажется, что ты, Стратилат Плакидо, названный при крещении Евстафия, которому Христос явился в виде оленя, он уверовал в него, затем впал в бедствие, взял свою жену, меня и двоих детей, Агапия и Феописто, и захотел отправиться в Египет. А когда мы плыли на корабле, кораблейщик Варвара забрал меня и привел в эту землю. Но Христос мне свидетель, что ни он, никто другой не осквернили меня до сегодняшнего дня. Если действительно ты тот, кого я узнала по знакам, скажи мне, такова ли сила Христова? Услышав же все это Евстафий, тоже узнал ее. «Обрадовался он, заплакал, и сказал я, да, я тот, о ком ты говоришь». Он точно вскочил, и они расцеловались. «Слава Христа Богу, избавляющего своих рабов от многих скорбей!» И сказала Естафию, жена его, «Господин мой, наши дети здесь!» Он сказал, «Их съели звери!» И рассказал, как он погубил детей. Она же сказала, «Восхвалим Христа Господа, пусть он даст нам найти наших детей, так же, как дал нам найти друг друга». И сказал Естафий, «Я же тебе сказал, что их съели звери!» Но поведала ему жена вчера, сидя в саду. «Вчера я, сидя в саду, я слышал, как два некоторые юноши говорили между собой о своем детстве. И я узнала, что это наши сыновья, но они не знали, что они братья, и догадавшись об этом, благодаря рассказу старшего брата. Если ты до сегодняшнего дня этого не видел, пойми теперь, какова милость Иисуса Христа. Послушай их самих, что они тебе сказали. Они позвали юношей, и Стратилас спросил их, «Кто вы такие, что с вами было?» И они рассказали ему все, и он понял, что они их сыновья. Обнял их Естафий, расцеловал, так же, как и мать их целовала со слезами, благодаря Бога за их чудесное обретение. От второго до шестого часа стало известно это чудо всему войску. Собрались воины, все радовались их счастливой встречи более, чем победе над этим страшным врагом, над варварами. Великий праздник устроил Естафий в честь такого события, и на другой день он хвалебными словами принес Богу, прославив Христа за ее великое человеколюбие, заевал всю страну варваром, возвратился с победой великою, захватив богатую добычу и приведя много пленников. Случилось же так, что до своего возвращения Естафия с войны умер царь Троя, тот, которого он знал. А вместо него стал царь по имени Адриан, язычник, самый свирепый из всех древних царей. И когда Естафий вернулся с победой, царь встретил ее по римскому обычаю, узнав о совершенной Естафием победе, а также о том, что он нашел свою жену и сыновей, он очень обрадовался, и царь отправился с ним в сатанинский храм, идольский храм, чтобы принести жертвы этим богам. Когда же царь вошел в храм Аполлона, Естафий не последовал за ним и остался стоять снаружи. Призвал его царь и сказал, почему ты не приносишь жертвы богам, приехав с победой, «А ведь тебе надлежит не только ради победы принести жертву богам, но и ради обретения своей жены и сыновей совершить это жертву к уношению». Сказал же Естафий царем, «Я Христу своему воссылал и буду воссылать молитвы и моления. Иного Бога же не знаю и не чту, кроме того, которое сотворил словом все». Тогда велел царь лишить Естафия всех почестей и стать ему простым человеком, а также приказал привезти жену и сыновей и их также испытать на язычество. Но, видя их твердую веру, повелел царь его с женой и детьми бросить зверя. Выбежал лев и встал около блаженных, поклонился им и отошел, стремясь выбраться из арены, и ушел из церкви. Тогда царь увидел это чудо, что зверь не прикоснулся к ним, повелел раскалить медного быка и бросить туда святых. Этот медный бык – это очень страшное орудие пыток, орудие смерти, которое было придумано на тот момент. Я отдельно прочитал историю за этого быка. Оказывается, что его придумал один палач, который измывался очень часто над людьми и которой обязанностью было людей мучить. Этот бык был из меди, внутри полы, открывались дверцы, и туда бросались люди, и тогда под быком раскладывали огонь. Но все в том, дело было, что оно было сделано всенародно. В быка были вложены специальные трубки, чтобы для звучания. И люди, которые мучились в этом веке, кричали, и бык издавал очень мощный страшный рев. Из-за этого люди впечатлялись, некоторые боялись, некоторые даже сознание теряли из-за этого. Как там люди страшно умирали. Но и было там еще написано следующее, что когда хотели испытать этого быка, как он на самом деле, то сам император приказал, из-за этого страшного, чудовище, которое придумал этот палач, его самого туда бросили. И испытали действия вот этого быка. Страшные мучения для всех людей на то время. Собрались все вокруг христиане и многие язычники, желая видеть тех, которых вергали в раскаленную медь в этого быка. Плакида, плакида со своей женой, с детьми приблизились к этому быку, страшному орудию смерти, возили руки к небу и помолившись так, Господи, Божий, сил для всех невидимой, нами же зримой, поскольку Ты соблагодарил к нам, послушай нас, молящий Тебе, наша молитва теперь кончилась, ибо мы соединились. Ты удостой нас участи святых Твоих, как три отрока Вавилония, которые были брошены в огонь и не отреклись от Тебя. Ты на сне не удостой скончаться в этом огне. Да будем мы приняты Тобою, как угодно Тебе жать. Подай нам, Господи Божий, всякому упоминающему нашу память долю в Твоем Царстве небесно. Ярожи этого огня превратив в холод и сподоби нас в нем скончаться. И еще, Господи, удостой нас того, чтобы тела наши не распущались. Пусть их вместе положат. Когда они и так помолились, раздался голос небес, говорящий, пусть будет так, как вы просите. И более этого будет вам дано, потому что многие напасти перенесли вы и не были ими побеждены. Ныне же примите мир, получите венцы небесные и почивайте во веки веков за ваши страдания. И, услышав это, святые с радостью вошли в огонь. И когда они были ввержены огнем, огнем вдруг погас. Прославляя Пресвятую Троицу, предали они в мир души своей. Не прикоснулся к ним огонь, ни единого волоса о них он не тронул. Через три дня нечестивый царь пришел на это место, велел открыть медного быка, чтобы увидеть, что случилось с телами святых мучеников. Он увидел тела их неврежденными, неповрежденными, и показалось ему даже, что они живы. Их вынесли и положили на землю, и удивились все стоящие, что огонь не коснулся их даже волосы. Тела же их были светлы, ярче снега. Испугался нечестивый царь и ушел. А люди уже воскликнули велик, велик Бог христианский, один истинный Бог Иисус Христос. Нет другого Бога для нас, который бы сохранял так своих святых. Христиане же тайно, забрав тела святых мучеников, похоронили их в самопочитаемом месте. А когда окончились гонения, они построили там храм честен и положили в нем тела святых мучеников. Славя Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава, честь и поклонение святых мучеников, Сын и святым благим и жертвыящим Твоим Дух ныне и присло и вовеки веков. Аминь. Я, дорогой владыка, когда готовил и находил информацию, то мне попалась такая информация, что в Греции по этому великому житию, великому ученику Плакиды даже был написан роман, который очень быстро зашелся, люди читали и уже в современности был даже на основе его жития и мучений даже снят фильм. Я, погуглил, чтобы найти, но не нашел. Может быть, где-то у кого-то он есть на какой-либо цифровом носителе. Может быть, где-то в интернете есть. Это великий человек, великое житие, великие страдания, и для нас он является ярчайшим примером древности и для подражания, и для терпения, и для смирения. Спасибо, Господи, Владыка. На этом доклад закончен. Отец Александр, мы от всех отцов, муратий, матушек и детей благодарим за такой интересный рассказ и на удивление за такую хорошую подборку слайдов. Я не ожидал, что так можно подготовиться. Такие подходящие слайды можно найти. Видимо, иллюстрировано житие имеется, да, где-то? Нет, Владыка, все находил отдельно. Ну, это похвально, благодарен. Спасибо. Ну, здесь хочется отметить, есть много жития мучеников, которым также Господь открывался и буквально непродолжительное время им предстояло уже страдание. Здесь мы видим особенность, что Господь в течение 15 лет еще воспитывал плакиду, соответственно, параллельно и супругу его, и детей. Так что мы можем назвать их собственно преподобно мучениками. И внесли они такой подвиг. Вы знаете, для нас сейчас, когда сословия более-менее стерты, не сильно друг от друга люди отличаются, не совсем даже понятно, что значит для знатного человека, вельможи такого уровня, полководца великого, исполнять даже простую работу или кушать простую пищу, прислуживать кому-то, насколько нужно, чтобы сознание изменилось, стало христианским. видим, что сначала Истафий, даже когда уверовал во Христа, еще наслаждался утешениями и телесными, то есть стол, конечно, был пищем, много рабов, все услуживали ему, мягкая постель и прочее обычное для людей такого звания, такого уровня утешения, ну и, конечно, утешался душевным утешением, это хорошая семья, супруга любимая и единомысленная, что немаловажно, и дети. И вот, представляете, все это с его согласия, потому что Господь спросил его, сейчас ли хочет пострадать Истафий или через какое-то время. Но настолько Истафий разгорелся любовью ко Христу, что не желал отдалять даже страдания за Христа. Но Господь ему сказал во втором явлении, что любовь ко мне проявляется не в счастливой по земным понятиям жизни, а в страдании за меня. И тогда, когда получил согласие от Истафия, то начал испытывать его любовь. Было отнято сначала телесное утешение, то есть все богатство, а за тем, что очень больно было для Истафида и душевное утешение, скажем так, счастье, человеческое, простое счастье. Это любимая супруга была отнята с великой скорбью и потерял он детей. Ну, все понимают, что какое-то горе, и никого у него уже не осталось, кроме Господа. И вот только духовное утешение уже находил и встафи в молитве и непрестанно молился Господу и имел такие откровения от Бога. Господь ему являлся, утешал и говорил о том, что воссоединится вся семья. Конечно, на тот момент ему было тяжело в это поверить, он видел, что безвозвратно казалось бы, супруга и дети потеряны, но все-таки Господь обещал ему, что все вернется. И потом, после того, как соединились, Господь уже призвал к подвигу мученичества. Надо сказать, что вот эта история, она поразила на самом деле и воинов, друзей, и встафи, все войско, и также самого императора даже. Настолько было это удивительно и чудесно, и как император предлагал воздать благодарение богам, но и встафи говорю, что Христос, Бог всесильный, всемогущий, любящий человека, так снова воссоединил их семью. Вот. И тем самым прославлял Бога. И когда вот мы сейчас слышали, когда они пострадали в страшных страданиях в огненном, в медном быке, то народ воскликнул, прославляя Бога христианского. То есть множество людей, которые были собраны для устрашения, для того, чтобы не вздумали никогда принимать христианство, напротив, они прославили Бога, того Бога, в которого веровал Евстафий Плакидо, супруга и его дети. Евстафий переводится с греческого языка, как я понимаю, правостоящий, вот. А феопистия это переводится как Богу верное, верное Богу. Видите, имена такие Господь им дал при крещении, тоже, которые подразумевают, что будут они испытаны, как золото в горниле. Вообще, нужно сказать, что мы просто, я сейчас хочу про мущество вообще сказать, поскольку мы в этой беседе первый раз коснулись подвигом мученического. До этого у нас были и преподобные, и миссионеры равноапостольные, и праведные. И вот подвиг мученического. Мы знаем с вами, что при освящении храма только лишь мощи мучеников можно вкладывать. Настолько церковь особо выделяет этот изрядный подвиг. Когда-то была информация несколько лет назад, что мусульмане, желая укрепить свои позиции в Латинской Америке, предлагали местным жителям, большей частью католикам, за переход в ислам предлагали уже сразу жену, дом, работу, все условия. Лишь бы для того, чтобы человек покинул христианство и ушел в ислам. Я думаю, что там были на самом деле те, которые пожелали таким образом поменять веру. Но мы видим, что здесь нет свободы. То есть давлеет это желание таких благ земных, оно давлеет над человеком, и он веру убирает не по красоте, величию, правде, чистоте, а лишь потому, что здесь уже есть такая награда, чисто земные блага. А мученики это как раз люди наиболее свободные, которым ничего не обещалось, скажем, никаких благ земных не обещалось за переход от язычества в христианство. Более того, даже они понимали, что они рискуют имуществом, здоровьем и самой жизнью. и вот насколько нужно верить в будущую жизнь, верить в Бога, насколько надо Бога полюбить, и насколько это совершенно свободный шаг, не зирая ни на что, все-таки идти за Христом. Вспоминается здесь также похвала мученикам со стороны Иоанна Златоуста, есть у него несколько слов о мучениках, и еще мы знаем, что век мученический, он, большая частью, закончился принятием Миланского Эдикта в 313 году и там зарождается монашество. Вот о появлении монашества, о его преемстве из мученичества говорит преподобный старец Паисий Афонский говорит так, множество исповедников сидели под тюрьмом и ждали, когда зайдет глашата и гласит их имя, вызовет их на эшафор, чтобы пострадали за Христа, и они ждали этого момента, друг за другом молились об укреплении и с жаждой ожидали своего выхода, желали пострадать за любимого Господа. Но вдруг открывается дверь темницы и глашат и отвечает христиане, теперь вы все свободны. Они хотели пострадать за Христа, а царь Константин все им испортил, говорит Сталис Паисий. И вот эти люди, которые уже вышли в город, они не хотели уже, отошли уже от такой земной жизни и не хотели возвращаться в суету, и вот они именно уходили из городов и принимали монашеский образ жизни. Еще надо сказать, что его святого семейства будет 3 октября, в субботу, и когда мы с вами будем служить, то уже можно вспоминать весь этот рассказ, и молиться и встафию плакиде, как твердостоящему вере и его супруге феопистие, как верное Богу, чтобы нас тоже укрепили они своими молитвами. Благодарим за прекрасный рассказ, прекрасное житие, и будем по силам подражать их молитвами. спасибо господин. Спасибо.